Адвокат Ну, вы знаете, это может быть запоздалое решение, может быть своевременное, но мы работаем группой адвокатов над делами, которые связаны с преступлениями против Евромайдана во время революции достоинства, ну, в общем-то, с 30 ноября 2013 года. И долгое время мы просто работали как, ну, инициатива, но понимаем и поняли уже летом, что на самом деле усилия нужно объединять, нужно обращать внимание на проблемы и, естественно, не разделяя их на личности, а обращаясь от имени некоего сообщества. Вот поэтому, собственно говоря, была создана такая структура, которая, ну, от своего имени будет уже рассказывать о том, что на самом деле происходит в расследовании. Потому что мы все это называем единым расследованием. Все эти преступления, безусловно, связаны между собой. И более того, это не только преступления, которые начались с ноября 2013 и продолжались до февраля 2014, а это и преступления, с моей точки зрения, ну, только с моей точки зрения, которые начались фактически с приходом к власти Виктора Януковича. Начиная с узурпации власти путем принятия, очевидно, незаконного решения Конституционным судом и так далее. Экономическое, просто огромное количество преступлений, которые были связаны с разворовыванием бюджета, с незаконной приватизацией, с просто воровством денег и так далее. То есть, если я правильно понимаю, если я правильно понимаю, то есть вы хотите, то есть вы создали уже такую группу, которая будет расследовать преступления клана Януковичей. Ну, потому что часто говорили, что это, ну, там, семья, да, там показывали вот эти вот шарджа, да, как будто бы он Дон Корлеоне, хотя он скорее Дон Бас. Да, да. Вот. И я правильно понял. Правильно? То есть вы будете… Ну, общая идея такая, безусловно, мы не можем заменить собой расследование, хотя в каких-то вещах мы можем ему серьезно помочь, и мы, собственно, и хотим это сделать. К сожалению, расследование на сегодняшний день, ну, оно находится в руках очень ограниченного круга людей, реально, которые делают расследование, и зато огромное количество людей вокруг него ему мешают. Вот. Вот это одна из базовых проблем, о которой надо говорить, что не все так плохо с нашими следователями, как плохо с организацией работы и с вмешательством в их работу. Вот это очень серьезная проблема. Ну, да. Тем более, что там есть целых три органа, которые занимаются этим расследованием. Это Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины. Ну, на самом деле, сейчас практически все расследования находятся в пределах прокуратуры. Другой вопрос, что есть региональная прокуратура, есть прокуратура города Киева, а в пределах ГСУ, ну, 90% этих производств находится в управлении специальных расследований. Собственно, мы о нем и говорим, что это тот орган, который должен был бы это делать. Но не мешает. Но, скажем так, как минимум не помогают, а реально и мешают. Окей. Вот я хочу показать вам и телезрителям видео годичной давности. Вот, пожалуйста. Да. Это видео было снято в администрации президента 12 ноября 2014 года. Почему-то день важен. В этот день в Украину прибыла делегация Офиса прокурора Международного криминального суда для подтверждения обвинений в отношении высших должностных лиц Украины. То есть мы имеем в виду, ну, которые потом были причастны к тому, что произошло на Майдане. Вот прошел год, ну, почти ровно год, да, вот. А Украина предоставила доказательства для обвинения Захарченко, Лебедева, ну, и всех остальных? Ну, смотрите, тут все-таки нужно немножко разделять. Во-первых, делегация Международного уголовного суда действительно приезжала год назад. Она встречалась не только с президентом Украины, не только с генеральной прокуратурой. Она встречалась с представителями гражданского сообщества, в том числе и мы с ним встречались. И вот на прошлой неделе они опять были в Украине. Да, были, да, с МВД общались. Да, и мы тоже с ними встречались, и они точно так же проехались по всем нашим государственным органам. У них есть определенная информация, которая была им предоставлена как генеральной прокуратурой Украины один раз, так и несколько пакетов информации, которая предоставлялась представителям гражданского сообщества. И вот на основании этой информации они будут делать свой вывод о том, являются ли преступления, которые совершены в Украине в тот период, преступлениями против человечности. Это базовая вещь, то есть попадают ли они под юридикцию Международного уголовного суда. А уже затем будет определяться, достаточно ли Украина делает для расследования этих преступлений. И при любых раскладах расследовать Международный уголовный суд может преступление только высших должностных лиц. То есть уровень выше, даже не только исполнительный, но вплоть до министерских уровней. Захарченко еще может попасть, например, в его заместители, очень вероятно, что и нет, если будет принято такое решение. Поэтому никто с Украины в любом случае не снимает время расследования. Другой вопрос, что тогда, я с вами абсолютно согласен, после полугодового фактически давления на органы следствия, и, видимо, понимая, что вот сейчас приедут такие, у нас ничего нету, на ноябрь месяц ничего и не было. Тогда было создано вот это управление спецрасследованием, хотя реально оно заработало с Нового года. Я даже по статистике могу сказать, что, конечно, результаты разные. За весь прошлый год и за этот год результаты разные, и определенные результаты есть. Но они явно недостаточны. Вот смотрите, вот в марте этого года Совет Европы заявил, что в Министерстве внутренних дел, в Генеральной прокуратуре и в СБУ проводится, они это назвали саботажем расследования. Вот с марта месяца, это был конец марта, прошло 7 месяцев. И мы помним, да, вот видео с Порошенко, то есть в Генеральной прокуратуре уже не сидит Виталий Еремович, сидит Виктор Шокин. В СБУ уже не Валентина Ливайченко, а Василий Грицак. Остался только Аваков при должности, да, он по-прежнему министр внутренних дел. Вот, если можно их фотографии, пожалуйста, режиссеры, следите за эфиром. Вот какое из этих трех ведомств сделало выводы из отчета Европейского Совета Европы, да, и начало работать лучше, по крайней мере, за эти 7 месяцев? Ну, давайте так, по очереди скажем. Я не скажу, что кто-то начал работать лучше. Хорошо. МВД, собственно говоря, как не помогало реально расследованию, так и не помогает. Ну, у них и нет сейчас расследования, но все оперативные мероприятия производятся, естественно, руками либо СБУ, либо МВД, потому что прокуратура, у них нет в распоряжении оперативников собственных. Единственный департамент МВД, который реально принимает участие, реально помогает, это департамент уголовного розыска в министерстве, это руки-ноги расследование, они работают. Но вследствие отсутствия, я так понимаю, политики нулевой толерантности к нарушителям закона внутри министерства, практически никто не дал показания касательно тех преступлений, которые совершались в период событий. Более того, это называется омерта, но есть такое слово, омерта, это обет молчания. Это обет молчания, это слово, опять-таки, из Сицилии, то есть это итальянская мафия придумала омерта. Ну, по гитарам привели в пример слово «дон» и слово «мафия», потому что на самом деле все то, что происходило, это очень было похоже на мафиозную структуру, и расследование мафиозных дел – это крайне сложная вещь, безусловно. Доказать, что мафия существует, это сложно в тех же США, но как бы жители Нью-Йорка, Чикаго, ну не только, и Лас-Вегаса, они прекрасно знали, что мафия есть, существует, она грабит, убивает, зарабатывает большие деньги и влияет на политику. Но до приходов в власти Кеннеди, которые по разным, опять-таки, теперь уже историческим расследованиям в свое время заручились поддержкой мафии, Джон Кеннеди стал президентом, а потом его брат Бобби Кеннеди решил их всех посадить. И одна из версий, почему был убит Кеннеди, это именно потому, что он перешел дороги мафии. Вот как оно было на самом деле, мы не знаем, но тем не менее. Не наша история, думаю, история будет еще долго занимать, умы, но у нас в нашей ситуации абсолютно аналогия состоит в том, что все ищут, а где же был приказ. Но работала эта система по тому же самому принципу, приказы не отдаются в письменном виде. Нигде не писал Янукович, сделай это, сделай то, расстреляйте, оттесните, побейте, насилуйте, украдите и так далее. Этого, безусловно, не было. Никто из руководителей этого не писал на бумаге. Но то, что давали карт-бланш низовым подразделениям на применение силы в неограниченных пределах, что прямо запрещено, безусловно, но это подтверждают факты. И тут этого даже доказывать надо. Если бы это было один раз, это понятно, это системно. Поэтому говорить о том, что кто-то сейчас из ведомства очень сильно помогает, я же говорю, как мы сегодня и на пресс-конференции говорили, основная проблема расследования в нашей стране – это как раз то, что нужно не мешать административно, а помогать исключительно ресурсно. Потому что, извините, у следствия нет нормального сервера, они не могут даже создать себе базу данных толковую. Потому что Генеральная прокуратура нашла возможности создавать себе базу данных для будущей работы, и это хорошо, безусловно. Но точно так же базу данных для систематизации доказательств в этих производствах, а там несколько тысяч томов, этого нет. И этим никто не занимается вообще. То, что реально сейчас работает над уголовными преступлениями, убийствами, похищения, пытки, избиения и так далее. 18 следователей на сегодняшний день. 18 следователей. Это много, мало. Это очень мало. Это очень мало при том объеме и при той серьезности дела, которое у них имеется. А им подкидывают еще. Вот сейчас я знаю, что им подкинули дело по Одессе. Одессе, то есть мы имеем в виду расследование второго? Да, да. Опять-таки сегодня Совет Европы тоже выступил с отчетом по поводу, как идет расследование. Но там стоит сказать, что они подчеркнули, что расследование не продвигается из-за объективных причин. Ну, все сбежали. Да, это понятно. Но в том-то и дело, что, ну так подождите, вы отобрали там, не они даже отобрали, руководитель подразделения отобрал себе следователей, которых он считает, немногих в Украине, на самом деле, с исследователями проблема, более-менее толковых, которые могут что-то делать. Среди них есть очень талантливые люди, мы с ним, в общем-то, видели. Но их надо нагрузить до такой степени, чтобы они вообще перестали работать, насколько я понимаю. При этом я как бы не замечал, что даются какие-то премии. Я думаю, что они зарабатывают, на самом деле, меньше патрульно-постовой службы, которая у нас сейчас на улицах дежурит. Ну, понятно, стимул людей, как они работают. Они работают при этом, надо дать должное. Это как Яценюк, который вчера разразился, что у нас большие проблемы с коррупцией в области медицины и образования, поэтому надо что-то делать с министрами. Но, уважаемый премьер-министр, там самые низкие зарплаты. И пока вы не решите эту проблему, там люди будут для своего же выживания просить подарки, просить собраться деньгами и так далее, и тому подобное. Ну, это при том, что это как раз те два министра, которые хоть что-то, но пытаются делать. Ну, да, это просто не министры из Пуа и Яценюка. Такое есть тоже мнение. Но вот... Извините, я просто договорю. На самом деле, вот то, что мы говорили, основной посыл сегодняшнего выступления был в том, что дайте людям работать. Не надо заставлять их с дати очередное расследование завершить. Все дела во второй годовщине, это нереально. Они просто выпихнут эти дела естественно под административное удовольствие. И эти дела потом разваливаются судить. Чему примером, мы на самом деле сегодня привели, что произошло с делами по Автомайдану некоторыми. И все это надо сейчас забирать, расследовать, добавлять ресурсов. И если вы хотите действительно расследовать, ну так не мешайте, а помогайте именно ресурсам. Вот в этой студии была журналист Мария Томок, вы ее знаете. И вот мы с ней беседовали по поводу преступления со стороны правоохранителей. Или они так себя считают, по крайней мере. Вот проблема в том, что они не считают, что в случае, например, то, что они делали с Автомайданом, они делали что-то не так. Они выполняли приказ остановить Автомайдан. Как они это уже делали, это уже как бы было на их рассмотрении. Само собой, нету, то есть это все у нас работает по-другому, если по закону смотреть. Есть ограничения. Нельзя бить по голове, нельзя бить по почкам, нельзя бить по жизненно важным органам, только по конечностям. Да, ну только чтобы человек не мог убежать, обездвижить его. Нельзя специально портить имущество. Зачем уже машину, которую остановить, разбивать стекло, уничтожать дверь, ну или вообще кидать в нее, пока она в ходе, ну, светошумовую гранату. Потому что итог мог быть, или исход мог быть любой, даже смертельный. Проблема в том, что они не понимают, что они делали что-то не так. И поэтому пока не будет полное перезавантажение, как это по-русски? Перезагрузка. Перезагрузка, да, вот этого всего. Но мы не найдем понимания друг с другом. Мы на разных полюсах стоим. Но вот что еще важно. Вот еще с апреля 2014 года Международный уголовный суд ГАГи, да, получил право расследования, да, то есть возможности расследовать преступления на Майдане. Другое дело, что сам суд должен определить, это подпадают эти преступления под их юрисдикцию или не попадают. Ну вот у меня к вам такой вопрос. Вот со всех сторон критикуют. Вот вы критикуете, Международные Советы Европы критикуют, как идет расследование. Вот при каких обстоятельствах Международный криминальный суд может, и может ли он вообще забрать у украинских правоохранителей, следователей расследования вот тех событий, которые они считают, что подпадают под их юрисдикцию? Ну, забрать он не может, если Украина не отдаст. Первое, что он должен принять решение о том, что это подпадает под юрисдикцию. Второе, что соответствует условию комплементарности той, что Украина делает недостаточно, не может или не хочет, то есть unveil or unable, провести расследование, а уже после этого начинается расследование. В рамках этого расследования они могут просить материалы, но если им не дают, они могут вызывать свидетелей, опрашивать, получать любые материалы из любых источников и принимать уже свое решение. Дальше они абсолютно отделены от Украины, хочет этого Украина, не хочет, но если дело пошло в производство, дальше уже Международный уголовный суд будет самостоятельен в своих действиях и решениях. Вот вы говорили о дате, это важно. Вот президент Петр Порошенко 29 октября, он тогда был в Таджикистане, в Туркмине, в Туркмине, вот он сказал такие слова. Вот накануне второй годовщины Майдана есть очень твердая позиция, что ограничения ареста это только предварительные меры. Я требую, чтобы меры были окончательными, чтобы дела были переданы в суд, чтобы были судебные приговоры, которые бы поставили окончательную точку, это важно подчеркнуть, в привлечении к ответственности тех, кто принимал непосредственное участие в уничтожении украинской демократии на Майдане. Это вот слова нашего президента. Вот мне к вам такой вопрос. Вот если, допустим, органы прокуратуры и суды, что не менее важно, услышат, причем буквально президента, как часто бывает, к сожалению. Вот, во-первых, кто может получить приговор и будет ли это окончательной точкой, да, как говорит президент? Ну, исходя из нынешнего состояния дел, окончательной точки это не будет. Будут, зная, как работает эта система, к сожалению, до сегодняшнего дня, как мы говорим уже о независимости суда и правоохранительной системы, мы говорить не можем, к сожалению, просто будет осуществлено давление на следователя, чтобы он в любом состоянии передавал дело в суд, дело в суде будет рассыпаться и либо судью, извините, переломают через колено и заставят принять неправосудное решение, если оно, да, 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 либо будет оправдательный приговор. Вот. И это не говорит о том, что не было преступления. Это говорит о том, что государство не обеспечило надлежащее расследование. Вот это самое главное. И вот то, что делает президент, это как раз не обеспечение надлежащего расследования. При самых лучших его побуждениях он не должен этого делать. Это давление на следствие. Это безусловно. Но вы же понимаете, да, у нас, к сожалению, генеральная прокуратура не является самостоятельным органом, так как это должно быть. Шокин не принимает самостоятельность решений. Он человек президента. Да, тем не менее сейчас он должен точно выполнять все, что говорит президент, потому что он его уволит иначе. Да. Не потому, что он так хочет, потому что он иначе не может, потому что он действительно полностью зависим. Нет независимой системы, нет независимого расследования. Поэтому, возможно, я не знаю перспектив Международного уголовного суда на сегодняшний день, потому что, например, по Грузии решение принято вот только недавно. Это прошло 7 лет, фактически с момента того, как Грузия подала заявление в Международный уголовный суд. У нас прошло полтора года. Полтора года, да. Сроки еще, не знаю, когда будет принято решение и будет ли принято в нашу пользу. Но обеспечить расследование можно различными путями. Есть международный опыт гибридных следственных групп, есть международный опыт гибридного судопроизводства, его можно имплементировать, его можно использовать. Гибридного это что такое? Это значит, что в нашу следственную систему нужно привлечь специалистов не из нашей следственной системы, а извне. Надо взять людей, которые расследовали, например, те же самые преступления в Боснии, те, которые расследовали преступления в Африке, хотя это непрямая, очень непрямая аналогия, очень картина отличается. Можно найти аналогию. Гватемал очень хороший пример, там не было судебной системы реально. Вот ее просто не было, она была разрушена, и тем не менее, она была с помощью международных институций фактически восстановлена. Поэтому надо искать варианты, надо искать варианты, как сделать, а не как ускорить. Не надо ничего ускорить. Да, потому что, стоит отметить, вот когда Моссад решил наказать таки всех, кто были причастны к Холокосту, они не спешили. Они методично находили через разные, в том числе фонды, этих преступников и по-разному делали. Или их убивали в процессе задержания, ну, бывали и такие случаи, или их доставляли на территорию Израиля, где их судили и казнили, или не казнили. По-разному. Спасибо вам, Павел Дикань, за эту дискуссию. Будем надеяться, что мы не будем спешить. Да, потому что спешишь, людей наспешишь. Но все же народной мудрости есть, всегда можно к ней апеллировать. Я надеюсь, что мы не станем посмешищем для самих себя. Потому что если президент, который стал таковым благодаря этой жертве, да, будет спешить, потому что ему надо показать результат, а до этого он занимался чем-то другим, и кадровая политика у него, в принципе, ну, такая, можно ее критиковать смело. И реформаторскую политику можно и нужно критиковать. Потому что вот это базовая вещь. Пока не придет, не придут новые люди, которые не причастны к тем преступлениям. У нас, к сожалению, 70%, наверное, как минимум правоохранительные системы, а то и больше, либо молчаливые наблюдали, либо соучаствовали в этих преступлениях. Суды, ну, точно так же, все, построена вся система на подчинении, нету независимости суда. Поэтому пока это не изменится, этим надо заниматься президенту. Систематично. Систематично изменять, извините, систему, скажу, кавтологию, к сожалению, да. Все нам говорят, делайте, делайте, делайте. Вот посмотрим, сделаем или нет. Спасибо еще раз. Спасибо вам. Оставайтесь с тобой. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok